Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с российской астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» планируется 21 июня. Цель миссии — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения и создание карты видимой Вселенной, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. На карту мы надеемся нанести 3 миллиона сверхмассивных аккредицирующих черных дыр, то есть это черные дыры с массой в миллиард или там 100 миллионов солнечных масс, чтобы они вот так ярко светили, чтобы мы их увидели. Нужно, чтобы каждая такая черная дыра ела, ну, например, одну Землю каждую секунду. Представляете, вот столько массы. Они есть, и мы их увидим, надеемся увидеть, 3 миллиона. На космодроме Байконур готовят к запуску ракету-носитель «Протон-М» с российской обсерваторией «Спектр-РГ». Завершена сборка головной части ракеты-носителя. На «Спектр-РГ» установлены створки головного обтекателя. А общая сборка ракеты-носителя «Протон-М» будет завершена в ближайшие дни. Европейское космическое агентство намерено запустить свой первый беспилотный космоплан многоразового использования — «Спейс Райдер». Эта космическая лаборатория способна работать на низкой орбите более двух месяцев и доставлять до тонны полезного груза обратно на Землю для дальнейшего исследования. «Спейс Райдер» может проводить до пяти миссий. На борту корабля — оборудование для обработки данных, телеметрии и контроля температуры. Старт запланирован в 2022 году с космодрома «Куру» во французской Гвиане с помощью ракеты-носителя «Вега-Си». В Якутии растаял снег. Это поставило точку в работе поисковиков. Специалисты «Цинки» нашли последние фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2». Впервые в поисковых работах использовались беспилотные летательные аппараты. Ракета стартовала с космодрома «Восточный» в конце прошлого года и успешно вывела на орбиту российские аппараты дистанционного зондирования Земли «Конопус-В». В северном полушарии сезон уникальных явлений. Появление серебристых или мезосферных облаков. Они формируются на границе космоса на высотах от 80 до 90 км. Состоят из водяного пара и мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. Это придает облакам характерный голубовато-синий цвет. Научное сообщество до сих пор не может прийти к единому мнению о происхождении облаков. Первое упоминание о них было связано с извержением вулкана Крокотау в Индонезии в 1885 году. Тогда в атмосферу было выброшено 35 миллионов тонн вулканической пыли и водяного пара, что стало причиной появления облаков через несколько месяцев. Европейское космическое агентство обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Наиболее близкий по дате — пролет 100-метрового астероида 2006-QV89. Это небесное тело пролетит на расстоянии 7 миллионов километров от Земли 9 сентября этого года. Вероятность столкновения — один шанс из 7 тысяч. Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010 РФ-12. В 2095 году вероятность его столкновения с Землей — один шанс из 16. SpaceX запустила первые 60 телекоммуникационных аппаратов новой спутниковой сети Starlink. В будущем число аппаратов достигнет 12 тысяч, и небо будет напоминать паутину из постоянно движущихся цепочек спутников, что сильно беспокоит астрономов, наблюдающих за звездами в ночном небе. Карликовая планета 2007 ОР-10 будет названа в честь Гунгуна — китайского бога воды. Этот сосед Плутона в поясе Койпера был открыт в 2007 году астрономами Меган Шуом и Майклом Брауном. Тогда размер тела был определен в 1300 километров, но многолетние наблюдения показали, что диаметр объекта на 200 километров больше и составляет 1500 километров. Это самое крупное безымянное тело в Солнечной системе, которое теперь получило имя Гунгун. Тень вулкана Тейде на канарском острове Тенерифе. Хотя вершина не имеет треугольной формы, тень — идеальная пирамида. Бездна Юпитера — снимок аппарата Юнона, который ныне на орбите самой большой планеты Солнечной системы. На снимке сложная структура облаков Юпитера, а в центре — темное пятно. Ученые говорят, что эта воронка — действительно тоннель в атмосфере газового гиганта. Облака созвездия Ориона. Фотография с очень большой выдержкой сделана в течение нескольких ночей в январе, феврале и марте. Внизу снимка — туманность-розетка. Яркая оранжевая звезда левее центра кадра — Бетельгейзе. Взрыв, который астрономы предсказывают в ближайшем будущем. Присылайте ваши астрофотографии на tv-собака tv-roscosmos.ru. Лучшие из них будут опубликованы в этой рубрике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...